Это была одна из самых буйных битвов Средневечья, которая вызначила лёс многих европейских народов. Это был день, в который загинуло около 15 тысяч человек. Это была еще одна сторонка нашей истории. После того, как великий князь Витовт подписал замирение с московской державой, стало мягким распочать боротьбу с автонским орденом. Причиной конфликта стали жамойцкие земли, которые великая князь Литовская имкнулася вернуть к себе. Ягайло выступил союзникам князства в этом конфликте. Невядома, кто больше был затекавлены у перамозе над Третонским орденом. Ци Польша, ци великое князство Литовское. Польша вельми прагнула вернуть поморье, даньское поморье, которое крыжаки добрали в початку 14-го года. Так что до этой битвы, до этого разгрома крыжаков, тягнули две державы от Нолькова. На початку липеня 1410 года Витаут и Ягайло приводят свои войски у Пруссию для генеральной битвы. 15 липеня стало в изначальной датой, когда объединенные войски Великого князства и Польского королевства сошлись в битве с силами Тевтонского ордена каля прусских вёсок Грунвальд и Таненберг, альбо Дубровной, как подается в белорусских летописах. До недавнего часа про удел белорусов в Грунвальдской битве в Оголе не говорилось. На дворот, в российской исторографии подкрысливалась роль трех смоленских полков. И это была такая подстава, свяжая, что русские брали чинный удел у Грунвальдской битвы. Оказалось, что эти русские смоленские полки это полки с этнично-белорусской землей. Там Вчиславской, Витебской и Смоленской. Смоленская земля это отличная белорусская территория, что признавали самые российские этнологи. Вот, когда говорить про реальный удел белорусов в битве, то можно сказать, что он был на шмат меньше за удел поляков и на шмат больше за удел литовистов. У князя Витовта было более за 40 хоругвау с землев Великого князства Литовского. У тымлику 28 с белорусских землев. Сирот их Берастейская, Волковыская, Витебская, Городенская, Пинская, Полоцкая, Новоградская, Смоленская. Хоругва. Войсковая одинка у Великим князстве Литовским, якая наличвала прикладно 250 человек. Агулом войска Витовта, большинством в которой были белорусы, складывало около 12 тысяч вершников. Войска Ягайлы – около 14 тысяч. Силы Тевтонов, которыми руковал великий магистр ордена Ульрих фон Юнинген, наличивали около 16 тысяч человек. У развагах про Дубровинскую битву у нас часто, на жаль, это ассамляюць ее с таким супрацтаяннем славянского света с немецким. Мне, здаецца, это грубая и неоправданная модернизация истории. И не будем тут удаваться у той, калю саправности, починая выявляться антагонизм этничный и конфессийный, а просто хотя бы звернемся до конкретных фактов. У войску, якое провел Ульрих фон Юнинген, великий магистр немецкого ордена, самые немцы складали добра кали 40%. Зато я не менш одной тратины, это поляки и прусы. И калю еще уличить, что тут было немало Чехов, Маравов, Кашубов, Памаранов, то у вынику славяне и Балты будут иметь вельми великую удзельную вагу у войску немецкого ордена. А это те же самые славяне и Балты, кто складал армию Витавта и Ягайлы. Многие историки лечат, что в изначальным моментом битвы стал тактичный маневр Витавта. Харуги Витавта после некоторых годинов сечи начали отступать. Основные силы ордена, с левого флангу, одразу памкнулися за ими и увязли каля обозов армии великого князства. Это привело до того, что боевые парадки тяжко узброенных рыцаров разамкнулися и растягнулися по местовости. Тем часам, до уступления польского войска в битву, немецких рыцаров Мужна стремливали и амальцалкам полегли у лютой сечи белорусские харуховы. Было и Смоленской земли – Аршанская, Амстиславская и Смоленская. Только в другой полове 20-го стагодзя выявилось с одного листа орденского начальника, что это был маневр, тактичный маневр перенятый литвинами от исходных существ, от татаров. Когда удаются явные утеки, рыцары кидаются переследовать, ломают шероги, их окружают и забивают по одиночке. И так сталося в этой битве. А три так званые смоленские полки остались на месте прикрывать польский фланг, как не разгромили крыжаки поляков с флангу, фланг прикрыли, целиком полягли. И это еще раз подтверждает то, что это был продуманный маневр. Дякуючи маневру Витовта, войско ордена было не в забаве обкруженное и омальцалком знищенное. Треба отзначить, что коли б Витовт и Ягайла протягивали погоню за рештками войска Тевтонов, то могли б, користаючися паникой и разгубленностью, захопить и столицу ордена, замок Мальбарк. Однако вельми шмак силов было отдать на битве. Воярам был потребный отпочинок. До того же есть меркование, что Витовту невыгодно было полное изнищение ордена, силой которого еще можно было бы выкористать в соперничестве с Ягайлом. После набоженства и болевания войски союзников рушили далей у Пруссию. Городы и замки сдавались без супротиву, присягаючи на верность переможцам. Однако удалось, користавши отпущенный им час, теутонцы добро подрихтовалися до обороны Мальбарка. Двухмесячная облога замка не дала выникав. Спочатку Витовт, а за ним и войско Ягайлы вернулись на родиму. Что дотичит шансов Витовта и Ягайлы оволодать столицей ордена, то, мне здаётся, они от початка были мизерные. И справа не только в том, что они проморудили и не пошли одразу на столицу. После такой сечи войско и не могло одразу исти, но мусило отпочить добро и перестроиться, и начать нормальный марш. Бо пагоня за утекачами ничего ей не дала бы. Главное было в том, что контур Генрих фон Плаван, який отказывал за оборону межа ордена там, у Поморье, только почувши про выник битвы под Дубровною, вельми энергично взялся рыхтовать столицу до обороны. Он вельми худко за пару дзен собрал каля 4 тысяч воинов у Мальбарку и зробил Мальбарк неприступной твердыней. И в додаток из Инфлянского ордена на допомогу был выслан значный контингент трицеров и со Святой Римской империи. Так само ишло войско на допомогу Мальбарку. И в той ситуации, я думаю, у Ягайлы и у Витавта самым разумным решением было сняться блогу. Первым до этого пришел Увитавт, а потом Ягайла. Параза в Грунвальской битве стала серьезным ударом для Тевтонского ордена, який уже никогда не сможет обновить свою былую мощь. У 1411 годе у Торуня помеж орденом с одного боку и Витавтом Диягайлом с другого была заключена мирная домова. Грунвальская, альбо Дубровинская битва стала узором мужностей и тактичного майстерства. Значную роль у ее отыграли Литвины. Без мужностей смоленских хоругвов и стратегичного таленту Витавта в этот день мог быть иншим. Одна из самых буйных битвов Средневектора стала славной сторонкой белорусской истории. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова